Добрый день! В эфире программа «Здесь и сейчас» и ее ведущий Владимир Михайлов. Сегодня вторник, а значит в нашем эфире прямая линия, которую мы проводим вместе с Центром управления регионом. В нашей студии министр ЖКХ Елена Семенова. Елена Николаевна, добрый вечер. Добрый. Звонки мы принимаем на эфирный номер, который вы видите на вашем экране. Центр управления регионом заранее отобрал вопросы, полученные в соцсетях, и на них вы тоже обязательно получите ответы. Так, Елена Николаевна, готова открыть прямую линию? Конечно. Ну что ж, начнем. И начнем мы с вами с отопления. Поскольку в январе больше всего жалоб, относящихся к ЖКХ, касались отключения отопления. В частности, в открытых источниках, которые фиксировал Центр управления регионом, с начала года их уже более 320. Отключения были в Коврове, улице Маяковского, Озровского, Муромское, Вязники, Вишневое, Муром, Лаврентьево, Клиновое, Кольчугино, Покров, Владимир, Лакино, проспект Строителей, Перекопский городок, Левитана, Тобросельское. Итак, иногда это аварийная ситуация, когда происходит просто отключение отопления, а иногда жители жалуются на снижение температуры батарей. Министерство ЖКХ вообще как-то фиксирует, где происходят больше всего аварии, каковы их причины, чтобы в дальнейшем составить план по ремонту и, возможно, учесть эти участки в программе модернизации? Конечно, Министерство ЖКХ непосредственно, я бы сказала, участвует в реализации всех работ по устранению аварии. И не то, что ведет книгу, так скажем, жалобы и поступающих обращений, но еще и, конечно, фиксируются все инциденты, технологические нарушения, которые поступают в единой информационной системе. Это все ресурсоснабжающие организации, управляющие компании должны заносить в эту систему информацию о сбоях, которые произошли. И эту информацию также видит Министерство строительства ЖКХ Российской Федерации. То есть вот у нас за 2022 год зафиксировано 335 инцидентов в этой системе, которые по всем авариям, которые были, самое большое количество у нас, вот даже за этот период, да, это самое большое количество нарушений было в Коврове. В начале отопительного сезона, как правило, идут жалобы, да, так, когда начинает заполняться система отопления, когда начинают подключаться дома управляющими компаниями, когда идет заводушивание системы. И здесь не всегда могут попасть в квартиры верхних этажей, чтобы спустить воздух, поэтому как раз и вот это время занимает наладка, так скажем, системы, да. Поэтому, когда такие аварии возникают, конечно, мы их видим, да. И ремонтные программы составляются ресурсоснабжающими организациями, утверждаются главой органов местного управления. И туда входят все работы, которые действительно необходимо выполнить в рамках текущего ремонта, капитального ремонта, инвестиционных программ. И за счет всех источников, в том числе и местного областного бюджета. А кто-то следит за тем, насколько они активно и правильно вносят все вот эти аварии, которые приключаются, кто-то их контролирует? Или это под честное слово, вот мне просто любопытно? Но кто может контролировать, как они заносят эту информацию? Только это на ответственность ресурсоснабжающих организаций, по сути. Вот сейчас мы как раз, правительство Российской Федерации выделило средства финансирования на федеральную программу модернизации Советов коммунальной инфраструктуры. В Владимирской области доведены лимиты на два года в размере миллиарда рублей. И как раз там один из показателей, который устанавливается для достижения, это снижение аварийности. И вот данные взяты как раз из этой системы. То есть на предыдущий год, этот год, 2021-2022 год, и уже идет снижение аварийности, которое именно в системе фиксируется. Поэтому, конечно, это ответственность в первую очередь ресурсоснабжающих организаций. Мы следим за этой информацией и уже вот такой некий мониторинг ведем совместно, конечно, с правительством Российской Федерации. Вот вопрос от наших телезрителей. Где в этом году модернизированы котельные? Да, у нас котельные модернизируются за счет средств областного бюджета в рамках программы энергосбережения, повышения энергетической эффективности. Также в рамках инвестиционных программ и ресурсоснабжающих организаций. И, кроме этого, у нас выделен инфраструктурный бюджетный кредит в городе Александрове, 1,4 млрд, на которые будут построены 11 котельных, реконструированы 31,8 км тепловых сетей. А также 7 котельных в Лакинске, большая котельная на улице Набережная, 25 мегаватт, Киржач, улица Тамаровича, Мурома, улица Гоголева, Гусь, Рустальный. Будет 4 котельные на улице Мира, Дачная, улица Дружба народов, улица Прудинская. Модернизация будет 16 котельных в Карабаново, 6 котельных в Курлово, на 2 котельных в Муроме, на улице Большая Московская будут завершены работы. Селивановский район, село Малышево, будет 3 блочно-модульные котельные в поселок Ставрово, 2 котельные в Киржач, на улице Советская котельная в Коврове, переоружение котельные у Кэмос Энерго. То есть вот как раз, в принципе, в прошлом году, если смотреть, у нас было построено, модернизировано 9 котельных, то есть, в принципе, темпы не снижаются, только наращиваются. Это только такие планы, как бы планы, да, то есть у нас еще в проекте, так скажем, это модернизация теплового комплекса в Кольчуге, на о чем говорил наш губернатор Александр Александрович Авдеев. Это и в Карабаново нужно будет проводить эти мероприятия, и в Язниковском районе, где есть вопросы и проблемы по получению паспортов готовности, да, то есть, поэтому... Я думаю, вы приличное количество адресов назвали сейчас, и многие наши телезрители, знакомые из них адреса услышали, и, наверное, порадовались, что модернизация дошла и до них. Как мы уже говорили, распространенная жалоба от жителей в зимнее время сейчас, это в квартире, холодно. Вот как раз на эту тему у нас есть материал, который подготовили мои коллеги. Жители дома номер 27 на улице Нижняя Дуброва жалуются на холод в квартирах. Температура воздуха внутри помещений в норме, но на нижних границах – около 18-19 градусов. Мы обратились в управляющую компанию, так как прямо вот даже в квартире чувствуется, что гуляет ветер, холодно. Я грею с обогоплевателем, на самом деле ставлю и греюсь. И тёплый пол. Обслуживающая организация отреагировала на жалобы жителей и проверила тепловой узел. Он в нормальном состоянии. Чтобы выявить причину низкой температуры в квартирах, управкомпания обратилась в фонд энергоснабжения. Для того, чтобы принимать какие-то действия оперативные, необходимо провести анализ, из-за чего происходят данные проблемы. Мы обратились в фонд энергосбережения с тем, чтобы нам квалифицированно помогли с определением причин и проведения тепловизионных съёмок. Одна из задач фонда – помочь жителям сберечь тепло. Иногда полная теплоизоляция дома не требуется. Надо лишь устранить локальные точки, откуда с улицы дует воздух. Причиной холода могут быть дефекты в стенах и неплотно закрывающиеся окна. Чтобы выявить проблему, специалисты используют профессиональное оборудование. При наведении тепловизора на стену, вот оно, например, посмотрите, вот видно, да, видно красные участки. И крестиком показывается температура, именно утечки тепла. То есть вот где красные участки, вот оттуда уходит тепло. После обследования сотрудники фонда составляют полный отчёт. Туда прилагаются фотографии и видео с тепловизора. Если продувание есть, мы в своём отчёте пишем заказчику, да, в данном случае управляющей компании, что нужно устранить такие-то, такие-то участки стен, такие-то недостатки на участках стен. И рекомендуем меры, да, то есть там утеплить, там выдолбить, там, или ещё что-то. Ну, то есть это уже как бы строительная норма определённая. Так, Елена Николаевна, прежде чем мы продолжим эту вытрепещущую тему, у нас звонок от наших телезрителей. Давайте послушаем, какой вопрос они нам подготовили. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. У меня, значит, вопрос к Елене Николаевне будет такого формата. Значит, я проживаю в Владимир, улице Безыменского, дом 17А, квартира 4. У нас идёт капитальный ремонт дома. Сделано отопление в доме, но отопление сделано так, что в подвале сильный, сильный, значит, очень сильно гудит. Видимо, там поставлен такой насос, что, значит, очень сильный. Ночью спать невозможно. Обратились, значит, к слесарю, жилищник, управляющий НАТО нашей компанией. Он сказал, что пока у вас идёт ремонт капитальный дома, значит, они пока отношений никакого не имеют. Обращайтесь к подрядчику. Кто подрядчик? Я не знаю. Вот Елена Николаевна и просьба оказать помощь в этом вопросе. Да, хорошо, записала. Посмотрим, разберёмся с фондом капитального ремонта, кто делает энергоэффективный капремонт. Поэтому посмотрим, что можно сделать для того, чтобы или как-то в чехол поставить этот насос, почему там гудит. Зайдём в квартиру, 4, посмотрим в ближайшее время. А мы с вами тем временем продолжим по вопросам дальше идти. Ну вот, собственно, мы сюжет посмотрели. Как поступить, если в квартире холодно? Куда жаловаться? И действительно нужно утеплять дом, или всё-таки это вопрос коммунальщикам, и надо лучше топить? Вот мы сейчас говорили про энергоэффективный капремонт, да, но это само собой получилось. То, что если утеплить стены и поставить погодозависимое регулирование в подвале, да, и не нужно будет и топить больше, и платить больше не нужно будет. То есть здесь должно быть всё в комплексе. И если в квартире холодно и дует, это или окна не герметизированные, или швы нужно ремонтировать, да, или какие-то другие причины. То есть здесь абсолютно верно, что нужно посмотреть, необходим ли капитальный ремонт фасада, или утепление фасада. Посмотреть какие-то моменты, может быть, здесь внутри дома не доходит теплоноситель, да, это квартиры в том количестве, в котором нужно, то есть нужно отрегулировать именно внутри дома. Может, циркуляционный насос поставить или какие-то ещё меры принять для того, чтобы все жители получали, бывает, тепло в нормативном качестве. Потому что бывает такое, что где-то, допустим, идут перетопы, а где-то недотопы, да, это как раз идёт неправильная регулировка системы отопления. Поэтому каждый случай надо разбирать отдельно. Во Владимире вообще у нас, в принципе, идут перетопы. Поэтому и выгодно ставить индивидуальные тепловые пункты с регулятором системы отопления, для того, чтобы в первую очередь нормализовать температурный режим в квартирах, и чтобы жители платили меньше за отопление. — Пойдём дальше. После аварии бывает так, что ресурсоснабжающая организация аварии уже устранила, а управляющая компания подачу тепла или воды задерживает. Или, например, управляющая компания систематически не информирует жителей о работах плановых или аварийных, не следит за коммуникациями в доме и так далее. Собственно, вопрос от наших телезрителей. Куда жаловаться на управляющую компанию и реально ли добиться санкции в отношении неё за ненадлежащее оказание услуг? — У нас контроль за действием управляющих компаний, за ненадлежащим исполнением своих обязанностей осуществляет государственная жилищная инспекция. Все вопросы, которые возникают на действия управляющих компаний, нужно обращаться именно в адрес жилищной инспекции. — Оставим воду в покое газификация. По нему есть несколько вопросов от жителей Владимирской области. В социальных сетях они жалуются. Цитирую. — Живём в посёлке, но дом не частный, квартира. Платим за отопление огромные деньги, потому что котельная обслуживает всего 30 квартир, а зарплаты у нас не городские. А ещё и тариф поднялся. Все пишут про газификацию. Нельзя ли нас газифицировать? — Ну тут нужно разделить, да, то есть газификация, это имеется в виду всё-таки это или подведение вновь газа к домовладениям, да, или это перевод на индивидуальное отопление квартир, если подключен дом от централизованного отопления в настоящее время. Вот здесь действительно мы с 1 января приняли плюсом ещё два порядка к тем субсидиям, которые мы уже предоставляли. Это субсидии на газификацию было 70 тысяч, сейчас мы подняли по указу президента до 100 тысяч рублей для льготных категорий. И принято ещё два порядка. Один из них предусматривает представление субсидии на перевод на индивидуальное отопление квартир в многоквартирном доме с обязательным отключением от централизованного отопления. Это должно быть предусмотрено в схеме теплоснабжения. То есть не просто отключили одну квартиру, это действительно переход всего дома на индивидуальное отопление. Субсидия предоставляется от 100 до 250 тысяч в зависимости от комнат в квартирах. Предоставляется всем собственникам, всем собственникам предоставляется в размере 80% от стоимости. Сюда входит в том числе и монтаж труб, и установка радиаторов, и установка котла, и счётчика, и так далее. И ещё одна субсидия у нас принята на замену оборудования газового вышедшего из строя. Тут все субсидии получают не все, а только люди годной категории. У нас снова звонок. Давайте послушаем, какой вопрос на этот раз наши зрители нам подготовили. Алло. Алло. Вы в эфире. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. У меня вопрос к Елене Николаевне. Это вот Добросельская 177. Мы живём, так сказать, ну холодно у нас. И очень холодно последние несколько лет. Ну мы обращались в отправляющую компанию, но вот завтрашний день к нам придут, так сказать, жилищные, ну сейчас вот говорили, жилищные комитеты. Вот что нам там скажут. Потому что что-то холодно. Мёрзнем. Хорошо, спасибо. Да, я записала. Телефон, пожалуйста, оставьте свой для связи, потому что дом сказали. Телефон оставьте, пожалуйста, чтобы квартиру... А меня спросят, да? Или квартиру. Скажите, квартира какая у вас? 94-я. 94-я квартира. Хорошо. Также... К нам придут. Вот к нам придут. Уже из жилищной комиссии. Это хорошо, потому что нужно разобраться. Вот как я уже говорила, причины, да. Почему холодно. И отопление, и ещё у нас два вопроса. И ещё вопрос козырьков. Скажем козырьков. У нас текут козырьки на доме, дом высотный. И поэтому вот так вот. Мы не знаем, что делать. Мы уже тоже 11 лет слушаем отговорку. А крышу давно делали? А у нас не от крыши. У нас крышу давно делали. А козырьки-то где текут? А над балконами? У нас козырёк уже, чем пол на балконе. Ну, вот так вот. Понятно. Хорошо. Вместе с капремонтом, с фондом капремонта посмотрим, что можно сделать. Хорошо. Телефон, пожалуйста, оставьте свой для связи. Вот сейчас. Хорошо? Это такая достаточно распространённая проблема, да? Козырьки текут. Здесь нужно смотреть, конечно, по проекту, что было. Если почему текут, то понятно, почему козырьки. Потому что идёт смена температуры, да. То есть, может быть, здесь был проект неправильно предусмотрен. Или ещё как-то видоизменение. Утепление балконов, как правило, даёт вот такие вот эффекты. Здесь надо разбираться, смотреть. Я записала. Мы обязательно это всё отработаем вместе с администрацией города Владимира. Второе место по количеству обращений по данным Центру управления регионом занимает отключение холодной воды. Вот больше 100 жалоб с начала года зафиксировала система инцидент-менеджмента в социальных сетях. К примеру, жаловались на отсутствие воды в Вязниках и в районе. Авария в населённом пункте Первогородище. Юрий в Польском. И плохой напор воды в Муроме. Собственно, вопрос от наших телезрителей. Какие меры обычно приняты по всем этим вышеперечисленным инцидентам? И вообще, что предпринимают власти, чтобы сократить количество отключений? Значит, у нас действительно вопросов много по воде. У нас и качество воды, и отключение, нехватка воды в летний период. Вот этот год вообще был, 2022-й был аномальный. По отключениям именно нехватки воды. У нас Вязники долгое время были без воды. Пришлось даже осуществлять подвоз воды. И люди, граждане Мурома, жалуются также на некачественную воду. И все мы эти жалобы знаем. Достаточно много выделялось средств именно из бюджета областного для того, чтобы решить проблему. И частично они были решены и в Сулдорском районе, и в Вязниковском районе. Но проблем ещё много. Например, вот в Юрьевпольском районе жители жаловались, даже рассматривали на КЧСе в Чоково. Там идёт каптажная система, наполнение идёт воды из родника. И просто когда идут сильные морозы, происходит перемерзание, и недостаточно воды поступает в систему, в ёмкость. И поэтому не до всех доходит вода, приходится давать по графику. Но это единственная чистая вода, которую можно получить природным путём. И если в администрации Юрьевпольского района мы эту проблему слышим уже не каждый год, не один год. И лично выезжала в это село зимой как раз в прошлом году. Вопрос какой? Нужно предусматривать другой источник водоснабжения. Допустим, нужно бурить скважину. Рядом с этим селом нет возможности, потому что там плохая вода. Есть возможность 2 километра пробурить эту скважину и тогда провести водопровод. Администрация района сейчас этим занимается, заказала проект. То есть проект будет готов, возможность будет заявиться в нашу программу областную. И жители получат другой источник, подземный. Если мы говорим про вязники, действительно проблема в вязниках есть. И по качеству воды мы видим, что там идет поверхностный водозабор. Из реки вода добывается. И принято решение было администрации Вязниковского района заказать проектную документацию на бурение скважин в Троицко-Татарово. И доведение водовода до города Вязники. Сейчас также проект находится в разработке. Как только он будет готов, мы постараемся заявить его в федеральный проект «Чистая вода». Что касается Мурома. По Мурому у нас уже на 2023 год включен этот проект, реконструкция водовода идет. И уже торги состоялись, определенный подрядчик. То есть мы будем надеяться, что в этом году частично какая-то проблема будет решена. Но администрация Кругмура на этом не остановилась. Это частично будет выполнена работа. И плюс еще заказан проект на реконструкцию водозабора. Так как это будут достаточно большие деньги, то сейчас мы ждем, когда выйдет проект из экспертизы. И уже будут рассмотрены источники финансированные для того, чтобы привести в соответствие. На самом деле проблем действительно очень много, которые нужно решать. Решать у нас износ достаточно большой, как я уже и говорила на обращении в ЦУРе. Достаточно большой износ, порядка 68%. Конечно, нужно менять все. Уже газопроводы выходят из строя. Сегодня был прием граждан в администрацию города Гусерусталь. Люди пришли и жалуются о том, что вода попадает в газопроводы уже, потому что необходимая перекладка газопровода. Что говорить уже о теплоснабжении, о водоснабжении. Поэтому, конечно, вопросов и тем на будущее очень много. И в принципе сейчас администрациями отрабатываем. У нас активно очень начали разрабатывать проекты администрации муниципальных образований. И, допустим, вот в чистой воде, если говорить, вот по сравнению с прошлыми годами, с 2019 года у нас реализуется проект чистая вода. У нас более 700 миллионов было за три года направлено. Только на этот год, на 23-й у нас порядка 700 миллионов направлено на чистую воду. Один год. Да, прогресс значительный. Елена Николаевна, снова звонок. Давайте послушаем, какую в этот раз проблему нам озвучат. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Если пробурить скважину для воды на своем участке, надо ли платить за воду? Какой интересный вопрос. Спасибо за вопрос. За воду платить не надо. Надо платить только за электричество, которое будет поднимать насосом эту воду наверх. Вот это единственное, что все нужно платить за это. И нужно будет платить, конечно, за работу. Опять же, с водой. У нас на территории, допустим, области разная глубина нахождения воды питьевой. В основном это более 100 метров. Это, конечно, дорогостоящее. Где-то это 20 метров. Но это идут, скорее всего, подземные озера. Уже водоносный горизонт, так скажем, который пригоден для питьевого водоснабжения. Это порядка 120 метров. Поэтому это достаточно дорогостоящее для многих деревень, населенных пунктов. Редактор, Вы упомянули программу «Чистая вода». Как раз есть вопрос на эту тему. Какие районы в программу планируют войти? У нас на этот год входят крупные объекты. Я сумму назвала 731 миллион. Это достаточно крупные объекты. Входят водозаборы в Петушках, в Ставрово, вторая очередь реконструкции водопровода в Меленках, в Муроме реконструкции водопровода. И водозаборы будут в деревне Кулаки и Илькино Меленковского района. Вот Меленковский район, они молодцы. Администрация в свое время сделала много проектов. С участием средств граждан у нас реализуется программа 50 на 50, который позволяет за счет пожертвований граждан, сбора средств граждан, 50% областной бюджет дает. И можно разработать проектную документацию для того, чтобы войти в разные программы. Это в том числе и водопровод модернизировать или построить. Это и госсифицировать населенный пункт. Это и колодец вырыть, и дорогу сделать, и площадку детскую построить. То есть вот такое для села это вообще выход. Хотя это в принципе применимо и в городах тоже. Ну и завершая тему воды, иногда встречается такая ситуация, когда управляющая компания отсылает жителя в местный водоканал, а он обратно в управляющую компанию. Кто все-таки отвечает за отсутствие воды в доме, кто должен объяснять жителям, что произошло, ну и вообще владеть полной картиной по подаче ресурсов? Тут, наверное, знаете, как у нас житель сам должен следить за тем, за что он платит. Если проблема какая-то касается, конечно, изначально всегда нужно идти, начинать с управляющей организации. Потому что ресурсоснабжающей организации подает ресурс, это я говорю про водоканалы в том числе, если мы уже говорили про теплоснабжающую организацию, до стены дома, до счетчика. Вот счетчик стоит, вообще домовой, значит, все, что до стены дома, так скажем, это ответственность ресурсоснабжающей организации. Что вошло в дом, это уже ответственность управляющей организации. И сначала нужно, конечно, все идти, вдруг это где-то внутри, в подвале или еще что-то, где-то неправильно много проблем с отоплением как раз возникает, и много оказывается, люди просто-напросто переделывают в квартире отопление, делают теплые полы, делают какие-то там еще, на балкон заводят батареи. И за счет этого в других квартирах нарушается как раз тиркуляция теплоносителя. Поэтому здесь нужно смотреть изнутри. Почему? Причина. Вот если уже ресурс в дом приходит ненадлежащего качества, тогда это нужно уже разбираться с ресурсом обжать организм. Но, как правило, если комиссия приходит к завителю, то обязательно и ресурсоснабжающая организация должна присутствовать, и управляющая компания, чтобы вместе вот эту проблему решить. Пойти, чтобы не 10 раз ходить к заявителю, да, человек, и так отпрашивать с работы, там, один раз это все сделать, и понять причину, и попытаться ее устранить. Илья Николаевна, у нас передача подходит к своему завершению. В конце давайте еще тему платежей затронем. Вот недавно в стране поднялись тарифы ЖКХ. В регионе стоимость выросла на разные ресурсы, ну, где-то от 8 до 11%. В соцсетях вот люди жалуются, что кому-то пришли квитанции на, цитирую, 20-40% больше обычного. Собственно, вопрос. Куда обращаться в такой ситуации и вообще в ситуации, когда жители не согласны с объемом начислений? Да, действительно, у меня даже, честно скажу, и знакомые спрашивают, а почему же? Вот на 11% в среднем выросло, 9 вообще на самом деле, на 9% выросло, где-то до 11% дошло. А нам пришло на 20% или на 30%. Я спрашиваю, так у вас, наверное, вы платите за отопление по факту, а не по 1,12%. Они говорят, да, так правильно, у вас гигакалорий поступило в этом месяце больше в 3 раза, чем в прошлом месяце. Поэтому вам начислятся за отопление. Но вы же летом не платите за отопление. То есть это идет еще плюсом. Вот нужно, кто жалуется, посмотрите, как вы платите за отопление. Если это по полученным гигакалориям, потребленным, тогда вы и платите по факту потребленных гигакалорий. Конечно, вы сейчас заплатите, учитывая то, что поступило ресурсы больше, в январе месяце вы заплатите больше. В феврале месяце вы уже меньше, условно, заплатите. В апреле вы вообще заплатите, там мало. Поэтому летний период эти люди не платят. Допустим, мы платим по 1,12%, всегда одинаково. Потом нам приходит перерасчет. Но с 2023 года, с сентября месяца, мы все перейдем на оплату по факту. И вопросы, собственно, отпадут. Да. Елена Николаевна, большое спасибо, что вы пришли к нам сегодня в студию. Все хорошее. В студии «Губерния-33» была министр ЖКХ Елена Семенова. А завтра мы поговорим о реализации в регионе нацпроекта «Экология». С вами был Владимир Михайлов. Хорошего вечера и до новых встреч в эфире.